очередной день по затирке этого душа все высохло все хорошо ходить можно все нормально есть они такой налет пыли но это неизбежно он так стирается тряпкой все если вы видите разность я левую часть уже по очистил тряпкой пыль стер правая часть еще вот она пыльная разница сразу ощутима вот вам этот уже его почистил камень был тоже есть такой бледный в пыли налете в этом пыльно беру обычную тряпку но у меня сейчас нет я взял свою старую перчатку и вы видите как она причащается то же самое когда делают плитку ну это плитка на такая что они были не видно я даже трогать не будет люди когда будут ходить здесь работать мыть в будущем она все ногами сотрется посмотрим а я вот это хочу прочистить чтобы все это закрыть пластиком заклеить капитально потому что когда будущее сделать стены затирка будет падать она другого цвета на вармгрей называется теплой серый я бредно-серый естественно когда я буду смывать не закроет у меня будет проблема так что я хочу все это почистить сейчас маленько за веником сгоняем подмету вырежу пластик кусок и все прям заклею капитально оставлю такой вот эти места тут даже на стены я заклеиваю то что на эту платье на этим гальку не наклеить скотч а может быть я заклею все по периметру полностью а потом маленькие участки открою и закрыть зашли зашли за делу затирку там я делал другом душе клал ткань мне не понравился ткани потому что все равно затирка попала потом когда буду делать и я будем делать будут руселы надо камень все что останется это пыль там будет в порах камня встречи на она все изменит свет потемнеет как бы будет эффект мокрого камня постоянно все пол чистый чисто для начала работ не знаю часа часа два потрачено вот я готов к затирке положил пленку прямо приклеил скотчем по периметру чтобы не порвать я ее сейчас накрою сверху тканью который я использовал на другом месте просто как большой мат свернул положу по центру чтобы на нем стоять иначе если я буду по ней по этой пленке на тоненькая прыгать ходить там скакать еще лесенку поставить надо то я ее порву быстро а потом все что на эту пленку упало все что смогу соберу а все что не смогу сверну в эту же пленку выкину так что встречи за новостями привет всем если меня там видно сейчас хочу показать как я делаю затирку в плитке используется резиновый полутерок затирка я покажу небольшое видео отрывок стены готовы вы прочищены я просто беру кусок затирки вот пластичный хорошенький мягенький беру отстегиваю себе и пошел когда шов забитый я поперечным движением снимаю лишний из швах этот резиновый полутерок работает как приспособление для чистки окон он просто снимает все и работа получается намного чище и когда моешь очень удобно я надеюсь там видно света сегодня мало в этом доме нет света не провели вот таким вот образом идем по всем швам на пол я постелил пластик пленку тоненькую потому что на полу у меня галька там по видео вы видите вы знаете абсолютно другой цвет затирки поэтому я защитил это 100 процентов все полностью закрыл пленкой я не хочу мыть или шкрябить потом отдельные участки этой гальки а на момент работа идет все я то что кому показал вначале от него осталось немного если это видно таким макаром не торопясь я бы сказал вот я сейчас даже прочищу это да все на перчатку снимаю все лишнее и вы видите места что неудачно подкладывайте больше и все получится набираем еще вперед с песни музыки у меня сегодня нет батарейки в радио 7 да и youtube не разрешает использовать музыку которая не бесплатно у них там есть список своей музыки но если я говорю и чего-то хочу вам рассказать показать то музыка здесь лишняя вот такие углы конечно тяжеловатые туда обрабатывать ну приходится мы и делаем хорошо тут от малюров осталась лесенка они еще не закончили а сами сегодня здесь не работают я ее потихоньку в эксплуатацию пустил удобно свою нести не надо она здесь есть и все смотрите у меня всегда когда когда швы идете вы постарайтесь заходить под углом на швы чтобы не выковыривать затирку из шва терка под углом заходит и поперек шва создает ровную поверхность с поверхностью плитки формируется очень удобно и хорошо а потом когда будете делать чистку с тряпками полотенцами губкой вы увидите вот смотрите прохожу я прохожу вот здесь мне надо создать создать плоскость шва и плитки я иду но у меня здесь есть шов если я пройду прямо то она щелкнет и меня выковыривает оттуда шов затирку я поворачиваю под углом все прошел шов пошел дальше повернул прошел дальше все гладко прошло все лишнее снялось и идем дальше так что я еще посмотрю в каком виде я это видео выложу буду ли я вообще его выкладывать потому что освещение плохое из рядом уходящих а может быть я это сделаю в быстром воспроизведении что вам смотреть я рассказал основные разы вы видите как оно происходит и весь процесс просто в быстром воспроизведении посмотрите и поймете как оно главное в этом деле наук я раньше ненавидел затирку делать честно скажу просто ненавидел потому что не знал как быстро и нормально ее делать все методы которые я там до этого изучал смотрел настройках что он там не подсказывал они мне не устраивают пока не обеспечиваю я не вылечился и еще сколько помню сколько я делал всегда затирка это допустим этот душ для меня было раньше пол двух стенам все затереть это весь день по факту здесь тоже я же здесь частично делал тоже который везде займет если сравнивать с тем кто с моим прежним навыком когда я начинал то сейчас это намного намного быстрее если раньше я даже делал затирку и как там учили работяги у меня я ничего плохого про них не говорю они учили хорошие люди показали как что рассказали а дальше уже делала каждому человеку практика понимание почему и как понимание как замерить как отрезать тоже очень важно потому что уже сколько раз даже делала петку вроде бы все понимаешь учитываешь многие аспекты как она приклеится все равно бывают ошибки отрезаешь неправильно или вот этот заводской край не в ту сторону отрезал или же я вернулся продолжаем дальше я надеюсь наверное тут тоже не видно потому что обзор камеры не такой бесконечный ну по крайней мере я в кадре работаю у меня видите говорю у меня слышите просто позвонили сказали что когда закончу на другое место там есть необходимость тоже поработать закончить немного плитки как раз таки это мой другой проект steam shower посмотрю как они там работало два человека не знаю как они сделали по качеству но ребята хорошие качество после них оставляется очень хорошее после одного хорошая после другого не очень вот после одного мне нравится после второго мне не нравится даже когда мы работаем с ним вместе и приходится стыковать да вот одну с кем делать я другую и приходится стыковать прийти встречаемся работами своими и качествами и качества 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 от него мне очень нравится я делал мрамор в одном месте и он приехал мне надо было делать вот такой бордюр который перешагивать в душ ограждение душ и первый ряд плитки в душ вот он стал делать первый ряд плитки в душ и я облицовывал этот бордюр так что по моему мнению он просто испортил всю работу вот плитки были отрезаны неровно не в точный размер они когда он приклеил гуляют плоскость не создавали и меня это очень беспокоит потому что большую часть этого душа который там в мраморе было есть делал я следил за качеством делал не торопясь делал не торопясь делал не торопясь и он в последний день пришел и испортил даже вот этот декоративный плентус там фигурный из мрамора вырезан по по верху поставлен он даже его мутился поставить неровно казалось бы там два одна линия два карандаша приклеить и то неровно я могу сказать он просто торопится он может делать хорошо у него у него я не знаю какая у него зарплата как у него плата полчасовая или сдельная но зачем торопиться и терять в качестве даже если ты делаешь сдельничь тебя потом не позовут тебя позовут переделать и все но не позовут сделать что-то новенькое я вот сейчас вот эту вот половину закончу вот это затру и буду мыть чтобы она сильно не высохла ну погода сегодня опять влажная дождь на улице вообще просто большие трафик тяжелый как дождь пошел все люди забывают как ездить или забывают что у них машины имеют там четыре скорости они едут только на второй не знаю почему с чем это связано что дождь так влияет на на пробке все таки хорошо я сделал что постелил пленку на пол сейчас очень удобно собрал эту упавшую затирку большим ком образовался нормально я вот так использую дальше там что попадет на черную на затирку на затирку то я ее уже помою а так бы надел на весь пол вот сколько упало на пол целый снежок я опять не добавил сюда этот пластификатор ну ладно он меня просил добавить сюда специальную жидкость мы все равно будем делать я показал потом покажу вот наступило время прочищать абсолютно с ну она не совсем сухая она все равно влажная она не высохла за ночь я вчера ей мыл пол здесь так что вот я ее даже не мочил она влажная и пошли аккуратненько если вы слышите то это на плитке затирка подсохла уже она вот здесь уже сухая то что остались полоски она высохла и осыпается вот даже можете слышать как она летит вот я формирую швы в самих швах она не высохла но уже подтвердела маленько уже удобно и все лишнее все что бы вы там развозили с водой по стене размазывали ходили бы там я вот сейчас на втором этаже ходил бы каждый там не знаю сколько раз воду бы менял а так вот я сейчас ее сформирую лишнее выкину оно упадет на пол просто в виде песка сухого отряхаю почаще чтобы греть чем больше грязи упало тем меньше смывается с плитки все швы смотрю чтобы они были чистенькими потому что края именно заводские уплитки волнистые и если не прочищать то вот эти выемки края они забиты затиркой и когда это высохнет будет некрасиво пока мокроя выглядит хорошо но когда сухо отвратительно тоже стараемся сильно задирку не вытаскивать из швов чтобы она глубоко не казалась дыркой а вот так вот вот она сыплется прямо слышно как дождь из песка стираем сразу все свои карандаши что отметки были чтобы потом не возвращаться к этому месту сделал и все не забудут так же не сильно надавливая поперек но если есть необходимость то уже придавили и прям в сам шов задавили вон так все потом это маленько подсохнет я протру так же влажной губочкой оно уже будет быстрее сохнуть пульс сотру беру и вся затирка будет сделана а то я работал с этим одним качеством которого мне не нравится вот он там отжимает моет моет отжимает моет моет на мешке производителя инструкция по затирке там черным по белому написано что сухой абсолютно сухой губкой промыли отжали насухо и формируете швы я поначалу тоже схватил в ведро воды там начал мыть все это дело и вы не представляете там пуд там весь зашел ты беги вот сейчас бы я уже сколько раз бы отжимал да я встряхнул оно и все а все что то это я встряхиваю это я пришлось бы отжимать там скатать вниз на пол в ведро полоскать эту губку этого не надо делать я бы уже вспотел восемь раз а так вот она все осыпалась до свидания до свидания если уж совсем пересохло там куда жарко бывает нам быстрее осохло то просто улажняешь губку когда сформировал шов все сделал так же сухой губкой то отжал губку намотил ее и загладил все свои швы которые там тебе не нравятся сколько бы я раз сейчас минимум бы она уже один два раза бы два раза бы я уже сходил если бы я пользовался водой ходил бы воду менять я на втором этаже зашло бы дверить на первый этаж на улицу в поливочного крана набирать воду это по факту это все время 3 минуты 4 минуты 5 минут все это занимает время и складывается в конце дня вот эта нерациональность она складывается в часы за который вы не получили деньги вы эти часы просрали даже сейчас она высохла видно что все но шва затирка сырая я когда делал большое помещение пол я не использовал ни одного ведра воды я просто шел затру там два квадратных метра сухой губкой протер прочистил отодвинулся затер два квадратных метра сухой губкой прочистил и весь день вот так вот когда там был большой объем затирал 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 когда зашел в другую комнату где работал мой напарник вы представьте не можете сколько у него было пыли на плитке только он в воду он бегал за водой он мыл протирал залазил опять протирал и это бесконечно потому что вы грязь одного места пихаете в другую тем более в швах затирка сырая вы всю затирку и шва вытаскиваете и грязь опять размазываете по поверхности кто не знал вот смотрите попробуйте я вот сейчас на сухую это сформирую да и потом попозже отожму чистенько влажненько губочкой еще раз по швам пройдут чтобы они такие были замечательные гладенькие аккуратненькие то же самое та же самая технология то что я вчера нападу сделал и никаких проблем продолжаем не осталось еще здесь вот кусок не доделал на этой стороне не хватило затирки сейчас прочищу завершаю новый замес и пойду на левую сторону пойду на левую сторону кто-то скажет что способ не очень кто-то скажет хорошо у каждого есть свое мнение каждый работает на свой вкус работает там где он хочет работать или иначе говоря еще работают танки приходится работать и вот на эту вот затирку с другого цвета лучше не залазить вообще не касаться ее не касаться ее Продолжение следует...